Ну, я отношусь так, что с одной стороны, я вот у вас хотел спросить, ведь беда бедовая, да? Смотрите, вот у Ридвана опять заморозили деньги, например, на счету. А до этого вот у Димы Пифагора, а докажите, а покажите. Так это криптовые деньги, ну, это же как бы была тихая гавань, куда можно было там. И более того, лучшие трейдеры их реально заработали заслуженно, они их реально заслуживают и им морозят. Знаете, как не давай выйти из казино. Знаете, в Лас-Вегасе, когда много выигрываешь, тебе делают все, что угодно, лишь бы ты не вышел. И девочек подсылают, и ребят, и бонусы, и, ну, короче, то же самое и здесь. Только здесь морозят, то есть выход закрывает. И вот CBDC уже на пороге. Понятное дело, что CBDC будет, ему быть, оно уже готово, оно пилится много лет, оно тестируется по меньшей мере, там, лет пять. И вот с 1 апреля начинается то самое. Боятся ли его? Вот о чем хотелось бы с вами сегодня поговорить, Геннадий. Это реально важный вопрос, потому что рассуждать на тему будет или не будет, ну, так оно уже есть, да, это во-первых. Во-вторых, как нам быть? И какое место крипты уготовлено в CBDC-шном мире? Как будут происходить вот эти шлюзы? Ну, хорошо, допустим, кто-то что-то за последние 4-5 лет отложил, приумножил в крипте, и вот у него, допустим, есть какие-то деньги. Ну, либо будут. Что же теперь с ними делать? И как будет взаимодействовать в CBDC с криптомиром? И не убьет ли CBDC ту самую крипту в том виде, в котором мы ее видели? И, может быть, крипта это и был, тот переходной период такой небольшой, дали проиграться, а дальше уже все по-серьезному. Хорошие вопросы вы задаете. Ну, я здесь соглашусь, пожалуй, с вами, что, во-первых, это неизбежно. И от того, что мы будем это не любить или сопротивляться, и говорить, что нет, мы не пойдем в цифровой концлагерь и так далее, это неизбежно. И все равно будет принято, потому что это решено. Но, вы знаете, мне кажется, что очень многие ошибаются, когда думают, что сама цель узурпировать национальные валюты всех стран, загнать всех в этот токен центральных банков и сделать так, чтобы каждое ваше движение было контролированным. Я думаю, это промежуточная цель. Она ужасная. Реакция у людей ужасная. Кстати, если кто не подписан на мой канал в Телеграме, подписывайтесь. Я сегодня там написал такой интересный материал. Мы провели анализ, что количество запросов по теме банковский кризис в Гугле сейчас набрало отметки 100 баллов. То есть, это сейчас самая важная информация. Как в свое время были запросы пандемийные и все прочее. Все глобальные темы, они всегда выходят в тренды Гугла. Вот в тренды Гугла на сегодняшний день, начиная с 13 марта, вышли запросы по словам банковский кризис, застрахованные депозиты, управление банком, катапультирование Федеральной резервной системы, процентные ставки, повышение ставок и так далее. И многие очень аналитики склоняются к тому, а я их тоже читаю, не могу их не читать, и вы их читаете, как тот же, например, управляющий хедж-фондом Майкл Берри, говорит, что это банкротство вот этих двух банков, это был некий сигнал, черная метка криптовалютам. Потому что мы понимаем, что единственной серьезной альтернативой CBDC могут быть только криптовалюты. Ни золото, ни серебро. Хотя в плане сохранения стоимости, ценности, золото и серебро, это предпочтительная актива во все времена неопределенности. И фактически, если мы сейчас будем, вот бывший член Палаты представителей США, Барни Фрэнк заявил, а он, кстати, член правления Сигначер Бэнк, заявил, что он подозревает, что регуляторы банкротством и СВБ и Сигначер Бэнка хотели послать сообществу черную метку, да, то есть как бы такое анти-крипто сообщение, что, ребята, ваша крипта будет, ладно, мы не успели ее добить, но мы перекроем все каналы и шлюзы, чтобы вы туда не могли отправлять деньги. Дальше что произойдет? Я вот сегодня написал в своей статье в Телеграме, что вся ситуация напоминает время перед пожаром. Когда пожары разные же бывают, вы знаете, вот там в лесу бывает такой пожар, молния ударила в верхушку сосны, она загорелась, и вот пошел, начался пожар. Наш пожар, о котором мы сейчас говорим, СБДСшный, банковский и так далее, он связан с тем, что кто-то аккуратно разложил дровишки, подсыпал туда хвороста вниз и уже полил керосинчиком туда, налил туда керосинчика, и сейчас все вообще готово к большому пожару. Мы ждем только, когда кто-то поднесет спичку. И пока что три крупных американских банка, каждый из которых крупнейший был в истории обвалов, и мы видим Креди Свиста, банк, который существует более 150 лет с 19 века, и фактически сегодня вот было закрытое совещание, там сначала 50 миллиардов франков дал ему Национальный банк Швейцарии, а сейчас фактически напрягли и UBS, United Bank of Switzerland, у которого, кстати, тоже были проблемы в 2008 году, и его спасало государство, его теперь фактически заставили купить этот Креди Свист, потому что насчет Креди Свиста очень интересный банк. Вообще, если вы были в Женеве, например, или в Цюрихе, вы всегда там могли видеть огромное количество богатых людей, которые жили там, или я там жил в Хилтон-Ноге, а по набережной гуляли королевские семьи из залива, да, то есть это богатые арабы гуляли. Дальше мы знаем наши олигархи есть какие-то, наши, ваши и прочие олигархи, и они все хранили ведь деньги в Швейцарии, и даже если они открывали свои компании, управляли своими финансами через трасты, например, лихтенштейнские, то счета бенефициара, ну, счета все равно у них были в Креди Свисте. Я помню, я помогал людям открывать счета в Креди Свисте, ну, там, жене одного губернатора, там, федерального, в Креди Свисте еще в 1994 году. То есть этот банк, который был нацелен на то, чтобы собирать деньги у богатых мира сего, всевозможных, до такой верхней прослойки, и они там открывали счета. И что значит падение Креди Свист сейчас? На кого нацелен этот кризис? Прежде всего, и в первую очередь, на богатых. То есть надо лишить денег всех богатых. Как это можно сделать? Богатые не являются такими диверсифицированными, как мы с вами. Да, у меня вообще нет денег никаких. То есть там, что меня лишать? Я не боюсь, что схлопнется какой-то банк, потому что у меня в нем нет денег. А богатые все-таки не могут жить без банков. Потому что альтернатива банков это только банковские ячейки, в которые у них могут лежать наличные, либо золотые слитки. Ну, короче, вот все, другого пути нет. Они и так или иначе связаны с банками. И сейчас пытаются поднести спичку к этому уже сложенному кострищу, которое должно вот-вот вспыхнуть. И когда оно вспыхнет, то я думаю, что ограбят вообще всех. То есть тот самый момент, когда всех ограбят, он уже настал. Самое интересное, что вчера я писал, да, что партнер инвестиционной компании Андрисен Хоровиц Баладжи Шренила Сан, который, кстати, являлся техническим директором Coinbase. Вы видели, что он сделал, да? Он пари предъявил. Он сказал, что если биткоин за 30 дней не достигнет цены в 1 миллион долларов, то он кому-то готов отдать. Вот он 2 миллиона долларов перевел в Stablecoin USDC и готов на смарт-контракте заключить такое пари. У меня до сих пор нет информации, откликнулись какие-то люди, заключили они пари с ним или нет. Но здесь даже не в том, что какой-то сумасшедший человек, он не сумасшедший человек, да. Он просто, он пишет, что ФРС сейчас намеренно скрывает от мирового сообщества, сколько активов реально находится на балансах банка. Я посчитал, что за неделю ФРС официально только более 300 миллиардов долларов потратила на поддержку банков. Если сюда добавить 54 миллиарда долларов, которые потратил Национальный банк Швейцарии, а сейчас мы узнаем, что обязательства, текущее обязательство, по которым просадка идет у Credit Suisse, 129 миллиардов, которые тоже так или иначе погасит краткосрочными кредитами Национальный банк Швейцарии. То есть мы выходим с вами на полтриллиона. И я вам могу сказать, что таких одномоментных недельных выливаний в банковскую систему не было, даже во времена Великой депрессии, даже во времена Великого кризиса 2008 года. То есть это впервые в жизни. Если ФРС боролся с инфляцией, сокращая расходы, сокращая баланс Федеральной резервной системы, то сейчас все, что они там сокращали почти за год, они за неделю это все потратили. И поэтому аналитики считают, что в ближайшее время они, возможно, или уже потратили, или потратят около 2 триллионов долларов на спасение банковской системы. И это приведет к той самой гиперинфляции, и они ее не спасут. Потому что когда начнется глобальная паника, ну в США более 300 миллионов клиентов банков, куда они побегут? Они побегут снимать деньги. Более того, есть такие вещи, которые не особо тиражируют. Но если мы смотрим с вами Телеграм, а мы оттуда черпаем информацию, мы увидим, что огромное количество людей сейчас ездит в разных штатах по разным отделениям банков, в том числе и JP Morgan. И они не могут снять наличные деньги с банкомата, с карточки. Вообще не могут снять. Банкомат не дает денег. Он пишет, что maintenance. Обратитесь позже. Позвоните в банк. В банке тоже никто не отвечает. Говорят, что надо ждать. Чего ждать? Мне кажется, что сейчас на наших глазах происходит вот этот самый искусственно созданный обвал. Но CBDC-то еще нет. Но если мы возьмем основные страны Запада, например, CBDC еще нет. Но вот в России появится через 11 дней это самый CBDC. В Америке никто не объявлял, что с 1 апреля появится цифровой доллар. И CBDC еще нет. Юля, FEDNOW, та самая система, с июля должна заработать по Америке. Но она уже, в принципе, готова. Но даты бьются одни и те же. Все правильно. Там апрель, июль, апрель, июль. Давайте с вами теперь подумаем. А если бы, например, ФРС запустил цифровой доллар 1 марта. И он, допустим, ФРС запустил цифровой доллар 1 марта. 7, 8, 9 начинается банковский кризис. 13 заканчиваются деньги в банкоматах. И что люди делают? Они же должны, по идее, переводить свои деньги в этот самый надежный цифровой доллар. Почему? Потому что цифровой доллар не зависит от банкротства любого банка. Потому что держателем этого баланса является Федеральная резервная система. Она не может обанкротиться. Ну, по определению. Поэтому люди с удовольствием туда бы понесли. Но смотрите, какой идет разрыв. Они уже сейчас отнимают у людей деньги. Уже сейчас вот этот запрос про FDIC, это Федеральная корпорация страхования вкладов, идет в гугле номер 1, 100 баллов набрал. То есть люди сейчас беспокоятся о своих деньгах. Одевать-то им некуда. И если я сейчас вот это вот свайп сделаю, знаете, справа влево, и я смотрю на состояние рынков, что я вижу? BTC плюс 2,47. Dogecoin плюс 1%. S&P 500 минус 1,1%. То есть мы с вами наблюдаем в течение последней недели, что валятся все индексы. S&P минус 1,1. Значит, Dow Jones Industrial минус 1,19. Ну и так далее. Я смотрю, тут голубые фишки американские. Они тоже все валятся. При этом растет крипта. Нет, ну понятно, что, допустим, сейчас там разница в сутках. Да, то есть как бы фондовый рынок живет не круглые сутки. Но потом, когда он возвращается, опять этот процесс происходит. И я просто вижу, что сейчас они заранее уничтожили два крупнейших банка, которые являлись партнерами сотен криптопроектов и криптовалютных бирж, которые, если бы они не уничтожили, то мы бы сейчас с вами поймали курс биткоина на уровне 60. Вот прямо сейчас бы мы это сделали. Если бы SVB не обанкротили, мы бы прямо сейчас там его поймали. А теперь давайте подумаем, а кто его обанкротил? Это случайность или это заранее разложенные дрова под костер? Я вам могу сказать такую справку дать. Вы вообще знаете, что такое вообще Кремниевая долина? Или Силиконовая, как ее называют? Кремниевая долина – это проект Министерства обороны США. Изначально. Не важно, какие там пилят стартапы, не важно, откуда туда приходят деньги. Но изначально вот банк SVB Силиконовой долины был создан и является опосредственным владельцем этого банка Министерства обороны США. Потому что DARPA там свои деньги дает, там очень много агентств существует, их порядка 10, которые дают свои деньги в разработке в Кремниевой долине. И потом они их оттуда вынимают в пользу Министерства обороны США. То есть, SVB обанкротило государство в лице Министерства обороны США. Не важно, кто там прописан в акционерке, кто является его владельцем, управляющим, совершенно не имеет никакого значения. И то же самое с Silvergate. То есть, есть какой-то банк, у которого есть отношения со многими криптопроектами. Членом правления этого банка является сенатор, там, конгрессмен, понимаете? Ну, то есть, ребят, ну, все же видно белыми нитками шито. То есть, это все падение криптобанков, то есть, банков, которые обслуживали криптосчета, произвело правительство США. Оно его произвело, дальше оно запустило большой банковский кризис, который сейчас происходит на наших глазах. Потому что пока мы сидим с вами расслабленно разговариваем, когда будет кризис, а в июне, и в июле, и так далее, ФРС льет кран на полную катушку. Вы помните этот мемчик, да, когда стоит председатель ФРС и раздает, печатает все деньги. Они именно сейчас этим всем занимаются. И поэтому я подозреваю, что вполне, очень даже может быть, что для биткоина настает некий такой час-икс, проверочный момент. Потому что вот те деньги, которые сейчас они печатают, полтриллиона за неделю, вот сегодня Роберт Киасаки назвал это фальшивыми деньгами в умирающие банки США и в умирающую экономику. То есть правительство США занимается печатью фальшивых денег и вливанием их в больную экономику. Вот что происходит. Поэтому мне кажется, что вот самый кризис, вот он происходит в данный момент сейчас. И то, что сейчас происходит, происходит впервые в мире. Но продолжу дальше. Почему я не считаю, что их целью является внедрение вот этого цифрового доллара или CBDC по всему миру. И мы с вами знаем, что они будут управляться все из одного центра. И что уже готово 4 или 5 шлюзов, по которым будут осуществляться международные платежи. И что уже SWIFT доложил, что он готов к CBDC. Все полностью. SWIFT уже готов к CBDC для того, чтобы проводить трансграничные международные платежи. Но целью-то является не это. А целью является довести ситуацию до полного хаоса. Когда люди потеряют деньги в банках, а CBDC еще не будет готов. То есть будет некий разрыв. Главное, чтобы люди уже потеряли деньги. Они их потеряют, потом ведут CBDC. И много очень денег в этих CBDC не появится. Потому что люди потеряли эти деньги уже раньше. А какая цель у них является? Если вы думаете, что сконцентрировать все деньги в одних руках, например, в руках ФРС, так это давно уже случилось. Ребята, это случилось еще после Второй мировой войны. И так все деньги в мире это доллары США. Уже все давно там сконцентрировано. Нет. Ситуация такая. Их задача довести финансовую ситуацию на рынке до абсурда. Их задача обанкротить как можно больше людей, у которых есть хоть какие-то сбережения, или хоть какие-то деньги. Для того, чтобы возник глобальный, чрезвычайного характера хаос. А вот этот глобальный, чрезвычайный характера хаос нужен им для того, чтобы достичь своей главной цели. Единого мирового правительства. Все. Не больше и не меньше. Иначе его достичь будет нельзя. Потому что когда люди потеряют все свои деньги, разуверятся вообще в институты власти, когда, помните, вот эту вот странную запись у меня на канале в Телеграме, я его публиковал, якобы подслушанный разговор Байдена, который говорит, что полный крах банкам неизбежен. Но банки, если будут использовать те неофициальные каналы, которые мы создали в октябре, то у нас мы сможем снять обеспокоенность народа, обнадежить, что их депозиты в безопасности. И скорее всего, мы сможем, если не предотвратить коллапс, мы его не сможем предотвратить, как он сразу говорит, но мы можем уменьшить последствия для нас и сохранить целостность правительства. То есть, в принципе, кризис будет такой, что даже президент США уже не верит в то, что он вообще может сохраниться на своем месте. Он уже заранее готов оттуда уйти. Он понимает, что его снесут, если обанкротятся все граждане США. Обанкротятся, конечно, его в этом обвинят, его и снесут. Но он говорит, что хотя бы мы сможем уменьшить последствия. Уже не до жиру, не до того, чтобы остаться живым. А это о чем говорит? Это говорит о демонтаже, скорее всего, о демонтаже федеральной власти. Возможной. Ну и тут этот загадочный арест Трампа, когда его там завтра должны арестовать, он сказал, что его во вторник должны арестовать. То есть, сегодня там понедельник получается, завтра его должны арестовать. И призывает всех выходить на протесты на улице. А это уже что такое, извините меня? Это уже Майдан в самой Америке, понимаете? То есть, это уже гражданские протесты. Это и есть начало того самого хаоса. Я не знаю, удастся ли им дотянуть это. И до июня, как вы говорите, да? Июнь-июль там. Там должны случиться очень важные события. Но мне кажется, что концентрация этих негативных событий готовится именно сейчас. Возможно, кульминация произойдет в июне-июле. И помимо банковского кризиса, банкротства государств, распуска правительств, там еще, наверное, будут какие-то военные операции, мне кажется. Ну, чтобы потребитель, обыватель, который смотрит это все в новостях и по телевизору, посмотрел и сказал, ой, какой ужас, какой кошмар, надо с этим что-то делать. Пора это прекращать. Вот, мне кажется, вот эта цель. То есть, CBDC не является самой целью. Это просто средство достижения главной цели, о котором нам говорят люди, которые беспокоятся о человечестве. Ну, там, Клаус Шваб и, собственно, его соратники. Великолепные, прекрасные люди, которые о нас волнуются. Вот такое мое мнение. Вот такая сложная многоходовочка.